Горячая линия на телеканале ГТРК Карачаева-Черкесия – это возможность получить от руководителей того или иного регионального ведомства ответы на интересующие людей вопросы. Сегодня у нас в студии был заместитель министра строительства и ЖКХ Республики Георгий Терин. О некоторых поднятых во время беседы темах в репортаже Артур Мкце. Первоначально главной темой «горячей линии» заместителем министра строительства и ЖКХ Карачаева-Черкесии Георгием Терином были проблемы с водоснабжением в ряде населённых пунктов. Однако во время прямого эфира от жителей поступило немало вопросов о состоянии обслуживания жилищного фонда республики. Людей интересовали как ремонт дворов, подъездов, кровли, так и ликвидация последствий стихии, вырубка деревьев, переселение из аварийных домов и многое другое. На какие-то гость, ведущий Мадина Лайпановой, сразу дал исчерпывающие ответы. По-другим, разъяснения непременно будут после более подробного ознакомления с ситуацией. Проблема водоснабжения является ключевой, основной, наверное, болевшей проблемой во всех сельских территориях и населённых пунктах нашей республики. В частности, по станице Кардонийской в прошлом году, или позапрошлом году, поселение подало заявку. Они прошли конкурс на отбор. И с прошлого года в станице Кардонийской реализуется строительство объекта по замене сетей водоснабжения. Как отметил представитель регионального Минстроя, по воде в большинстве случаев проблема связана с её разбором, из-за чего у многих не хватает напора для полноценного использования. В дружбе и ПСЖ трудности несколько иного порядка. Однако по каждому случаю будут устраивающие людей решения. Отдельно Георгий Терин остановился на новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни», который объединит в том числе действующие федеральные программы и проекты, призванные создать комфортные условия для проживания граждан. Не оставили телезрители без внимания вопросы переселения из аварийных строений в Черкесске по Гутикулова-9 и в ауле в Саучиадахе. По-первых, у жителям осталось ждать совсем немного времени для долгожданного новоселья. По-второму, ранее собственникам был предложен вариант с компенсацией на приобретение нового жилья. Но часть людей отказались. Теперь прорабатывается вопрос строительства здания, куда после завершения работ смогут переехать владельцы квартир в проблемные постройки. Он выделен, да, уже земельный участок под строительство жилья. Это будет жильё построено взамен тех домов, на которые пойдут под снос, как аварийное жильё. Ответы на все прозвучавшие во время горячей линии вопросы можно найти на YouTube-канале ГТРК «Карачаево-Черкесия» и на наших страницах в социальных сетях. Артур Махцеп, Вести, Карачаево-Черкесия. Продолжение следует...